Не одно десятилетие ученые ищут по всему миру следы Атлантиды, а она здесь, в Иванове, на улице изобретателей. Шутка, конечно, но местным жителям не до смеха. Проблемы у частного сектора начались примерно три года назад, когда болотистый участок земли по соседству выкупили под застройку. С тех пор каждую весну в огородах у местных жителей своя маленькая Венеция. Сначала апреля, в первых числах апреля. И самый пик, вот получается, вот эти дни как раз, когда вода уже стоит, в данном случае сейчас, где-то до этой земли, которую я насыпал, чтобы вода не шла в колодцу. Вот это все, вот до сюда, вот это все затоплено. И когда это уйдет, ну может уйдет к концу апреля. Чтобы окончательно не смыло, каждую весну Леонид, хозяин участка, за свой счет привозит по нескольку камазов земли и подсыпает, пытаясь поднять территорию. Но мера эта кратковременная. Вода упорно приближается к дому. Влага идет, сырость. В подвалах тоже влага. Сырость от того, что она углубляется в землю, она расходится везде, естественно, появляется влага в подвале. Поэтому, ну, есть комфорт, есть неудобства. Все гниет, как бы сыреет. Стенки в подвале тоже они все влажные. Разумеется, как не пытается семья возделывать грядки, ни о каком урожае в таких условиях речи быть не может. В тихом омуте не водится ни картофель, ни лук, ни огурцы. Застаиваясь, вода на участке начинает пахнуть болотом. В последнее время та же история и с питьевой водой, из колодца. Вот такая вода сейчас у нас в колодцах вследствие вот этого потопа. То есть ее не то, что даже пить нельзя, ее чисто даже посудой не помоешь. И пахнет она уже тиной, дает болотиной. Водой пока пользуется, и это нельзя, пока колодец не очистится. В огородах соседей все то же самое. Сырость, грязь и вонь. Вся улица оказалась в болоте. Давайте посчитаем. Вот здесь два, три, четыре, пять, шесть, семь домов затопленных участков. А ведь изначально болото было по соседству с частным сектором. Никому не мешало до тех пор, пока территорию по дешевке не купили под строительство дома. Раньше здесь находилось большое болото, здесь был пруд большой. Потом этот пруд, когда продали всю эту землю, вот этот товарищ, коттедж, завалил отходами, строительными завален. Не просто землей, а строительным отходом. Кирпич, мусор, все здесь. И перекрыл все болото. Теперь это все топит. Всех людей топит. И частный сектор будет весь затоплен. И дорога. Дорога начинает уже весной, осенью. Она будет скоро пучить. Ее пучить будет. Проехать будет невозможно. Мы связались с собственником дома, чтобы выяснить, знал ли он, что покупает болото. Как оказалось, знали все. И покупатель, и продавец. Конечно, знали нам под ИЖС. Государство продало этот дом. О, этот участок. То есть, а как, если я в государстве покупала под ИЖС? То есть, конечно, я же не в Канаве буду жить. Мы засыпали эту Канаву по-любому. Там не под пруд. Не под пруд. Продавали эту землю. И не под речку. То есть, а именно под ИЖС. Возмущаться и спорить, кто виноват – покупатель или продавец в лице государства – уже поздно. Земля отдана. Дом построен. Болото теперь вокруг него. На участках соседей. Местные жители ждут помощи от городской администрации. Хотя бы с обустройством какой-то системы водоотведения. Чтобы вода стекала в Канаву, а не к ним в огороды. Но безуспешно. Выезжала какая-то комиссия в составе кого-то. Мне ничего не сообщили. Не позвонили. Я не был с ней. Они написали, что подтоплений никаких нет у них здесь, в муниципальной земли. И было сказано, что они это не могут сделать, так как это будет и является нецелевым использованием бюджетных средств. За что будет рассмотрена уголовная ответственность. Отчаявшись когда-нибудь вылезти из болота, в котором он и его соседи оказались не по своей воле, Леонид обратился к депутату Екатерине Ломановой. На сегодняшний день это единственная их надежда. Мы считаем, что это проблема не частного лица. Это проблема муниципальная. Леонид Николаевич самостоятельно пытался решить эту проблему. В частности, им было привезено на участок 40 тонн земли для подсыпки. Но это не дало никакого эффективного результата. Он обращался в прошлом году в управление благоустройства, на что получил ответ, что в результате экспертизы обнаружено затопление только его придомового участка, а не прилежащих территорий. Экспертиза была приведена без его присутствия. И мы считаем, что он является жертвой недобросовестной экспертизы. Мы считаем, что муниципалитет обязан заняться решением этой проблемы. И как депутат я отправила запрос в управление благоустройства по поводу этой сложившейся ситуации. Вот уж действительно на чужом несчастье счастье не построишь. С домом, из-за которого и страдает теперь вся округа, у собственника тоже не сложилось. Только после того, как дом был практически достроен, его хозяин понял, что просто засыпать болото недостаточно. Здесь по-прежнему стоит вода, под ногами жижа. Теперь продает. Вот только вряд ли найдутся желающие в здравом уме жить на болоте. Разве что дом будут продавать летом, когда земля немного подсохнет. Но осенью и весной проблема непременно напомнит о себе. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.